Мы не можем выбрать время, в которое живем. Зато мы можем помнить время, в которое могли бы жить. Вспомнить все. Это программа о победных датах земли Псковской, которая выходит в эфир при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки. У микрофона Робин Александр. Самые разные исторические события объединяет день 1 февраля. 1691 год. Митрополит Псковский и Изборский Маркел переведен в Казань. Он был первым митрополитом Псковским, родом из иностранцев. То ли греков, то ли из-за дунайских славян. До Псковской кафедры он был архиепископом в Суздале. И его первой заботой Псковской епархии стало восстановление Троицкого собора, пострадавшего от пожара в 1669 году. Митрополит начал строительство того Троицкого собора, который сейчас возвышается в Псковском Кремле. Но достраивали его преемники Маркела. Митрополит Псковский и Изборский Маркел был одним из претендентов на патриаршество. Но уже Псковским митрополитом стал Иларион, бывший архимандрит Ярославского Спасского монастыря. 1898 год. В Пскове на Великолугской улице была вновь открыта общественная библиотека. В 1896 году поднимался вопрос об открытии в Пскове публичной библиотеки. Более года ушло на утверждение устава. 1 февраля 1898 года Псковская городская общественная библиотека и читальни при ней начинают работать. Библиотека, как просветительское учреждение, имела очень большое значение для города, так как стремилась оказать помощь всем лицам, желающим удовлетворить свои умственные потребности. После октябрьских событий Псковская общественная библиотека закрылась. В 1919 году организуется Псковская центральная губернская библиотека, в основу которой были положены фонды Псковской общественной библиотеки. В годы немецкой оккупации книжные фонды библиотеки были рассеяны и утрачены. В 1944 году все начиналось с нуля. 1919 год. В Великих Лугах открылся музей наглядных пособий. В нем насчитывалось чуть более 2000 экспонатов и было три отдела. Историко-географический, ботанико-зоологический и физико-механический. Основной задачей музея было снабжение неимущих школ наглядными пособиями, которые изготавливались в мастерских при музее. Фонды музея формировались путем изъятия ценностей из окрестных имений, монастырей и церквей, частично закупались в Петербурге и в меньшей своей части от обитателей города Великие Луки. Первым заведующим музеем был преподаватель школы Сергей Борисович Керасимов. В годы Великой Отечественной войны фонды музея были полностью утрачены. 1922 год. Образовано издательство и книжный магазин «Новая жизнь». «Новая жизнь» — это ежемесячный общественно-политический, экономический, научно-популярный и литературно-художественный журнал. С 1 марта 1928 года «Новая жизнь» прекратила торговлю в Псковском округе и перешла в руки ленинградского госэздата. 1923 год. Пскове открылась первая нотариальная контора. 1924 год. В губернии началась кампания по оказанию помощи инвалидам Первой мировой и гражданской войны. Бывшим офицером, не служившим у красных, несмотря на инвалидность, в помощи было отказано. 1936 год. Командиром 5-го кавалерийского корпуса, дислоцированного в Пскове и окрестностях, назначен комдив Рокоссовский. Находился он на этой должности до августа 1937 года. Константин Константинович Рокоссовский родился в городе Великие Луки. Это советский и польский военачальник, дважды герой Советского Союза, кавалер Ордена Победы, единственный в истории СССР маршал двух стран – маршал Советского Союза и маршал Польши. Командовал парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. Имя Константина Константинович Рокоссовского носит бульвар в Москве, а также станции московского метрополитена, улиц в Мсценске, Нижнем Новгороде, Волгограде и Чете, сквер в городе Сухинище, улица Пскове и площадь в городе Великие Луки. 1958 год. 1 февраля образована Псковская областная редакция радиовещания. Вот такой краткий экскурс, как день сегодняшний войдет в историю, покажет время.